Ну вы как большой специалист и философ, аналитик и теоретик, вот как вы видите, действительно, что такое демократия? В списке самых демократичных стран, там по определенным индексам, две первые позиции занимают, как-то ни странно, конституционные монархии стран Севера. Так что же это такое теперь? Великий демократ Собчак, отец нынешнего кандидата в президенты, говорил, что лучше демократия и монархия. Она дает дисциплину, она разбирается с недовольными и так далее, и так далее. На самом деле, конечно, демократия... Нет, он ли биофан и начитался? На самом деле, демократия современной Древней Греции всегда была ничем иным, как властью народа. Все дело в том, как понимать эту власть. Если мы перейдем к современному пониманию демократии, то демократия есть участие народа в исполнении государственных функций. У нас любят говорить, что только профессионалы могут исполнять функции и управлять народом. Это далеко от понятия демократии. Это все, что угодно, только не демократия. Это первое. Второе, что я хотел бы сказать. Демократия – вещь очень тонкая и сложная. Ее нужно лелеять и халить. Иначе она может впасть в две крайности. С одной стороны, в анархию. То, что Аристотель называл... Ахлократией. ...властью ахлократов или власть толпы. А с другой стороны, она тут же может превратиться в тиранию. Причем диалектика здесь такова. Чем больше ахлократии, тем больше шансов, что появится тирания. Поэтому демократия является неким средним пониманием, еще раз повторяю, где власть принадлежит народу, где народ участвует в управлении страной, где он существует для народа и посредством народа. Но демократия является ли вот этой самоценностью как таковой? Меня просто что удивляет, что послушав ряд наших политических деятелей, они пытаются вот этот термин использовать для оправдания своей попытки прийти к власти. Говорят, что не высшая ценность – это демократия. Не высшая ценность государства, не высшая ценность приумножения народа, а высшая ценность – некая абстрактная демократия, ради которой можно пожертвовать всеми. И всем. Можно я приведу пример конкретной демократии? Чисто конкретной демократии. Вот когда брали, так сказать, Зимний дворец, стал вопрос, что Аврора должна войти и встать напротив Зимнего дворца и при необходимости произвести сигнальный, так сказать, выстрел. Как известно, это был выстрел холостыми патронами, не принесший какого-то крупного урона Зимнему дворцу. Так вот, для того, чтобы разобраться, демократическое это было введение Авроры или демократическое, ответ очень простой. Куда должна была прийти Аврора и где встать, решал Совет солдатских депутатов, ну матросов в данном случае. А вот как везти корабль, чтобы он точно попал в ту цель, куда ему требуется, в ту стоянку, это решает профессионал и решает капитан. Что-то как это у вас пугающе меня демократия. Не бойтесь. Не, ну знаете, демократия с Авророй. Давайте так, чтобы у нас все-таки монологов было меньше, а дискуссий больше, я так считаю. Мы затронули очень много вопросов, которые невозможно объять сразу, так сказать. Вот что я хочу сказать первое. Что соотносить проблему веры, религии, которая является интимной стороной человеческого дела, и демократию нельзя. Ибо религия сама по себе ничто иное, как говорил классик, есть вздох угнетенной твари, сердца бессердечного мира. Если мы, существует общество, где существует масса противоречий, где существует пропасть между богатыми олигархами и бедными, то такое общество, конечно, жаждет найти альтернативу этому обществу. Если оно находит в политике эту альтернативу, она ищет ее в религии. Я сейчас не буду касаться вопросов о том, что у нас многоконфессиональная страна, поэтому никакое предпочтение одной из религий давать не буду. Проводить параллели между, так сказать, богом, так сказать, и руководителем государства в 21 веке, это вообще, так сказать, какая-то нелепость. Я просто не понимаю, как можно жить в 21 веке, век космоса, и апеллировать такими понятиями. Это первое. Второе. Минуточку, минуточку. Второе. Вот затронули вопрос о реальной демократии. Была ли в Штатах, так сказать, реальная демократия? Конечно, ее не было в подлинном смысле этого слова, хотя бы потому, что это, так сказать, многоэтапная демократия. Когда мы говорим о Клинтоне и Трампе, мы видим, что Трамп выигрывает выборы, за которого проголосовало меньшинство американцев. Потому что выборщики, которые играют большую роль, конечно, это дефект демократии. И в этом смысле Америка не может хвалиться тем, что у нас была демократия. Выше демократии может быть только самоуправление как таковое. А одним из элементов этого самоуправления, который можно сегодня взять в политический, так сказать, тренд сегодня, это, конечно, прежде всего голосование всего народа по тем или другим проблемам. Я имею в виду референдум. К сожалению, у нас сделано так в политике сегодня, что провести референдум практически невозможно. Слишком много препятствий до того и того осуществить. Вот мы бы получили прямую демократию. То есть, еще раз возвращаясь. Представляете, сколько ошибок бы было совершено? Нужно сформулировать так вопрос, чтобы не было ошибок. Потому что народ должен высказать свое отношение. Вот давайте проведем вопрос. Устраивает ли вас сегодня олигархическая власть? И мы получим ответ. И мы получим ответ. Когда мы не хотим проводить референдум, мы можем сказать, что любой референдум есть манипуляция. Это совершенно не так. Вы же знаете, с помощью референдума была принята Ельциновская конституция. Я лично был критик этой Ельциновской конституции, которая давала монархическую власть сегодняшним владельцам государства. Вы можете представить, чтобы во время войны референдумы определяли направление главного удара? А во время войны требуется. Это не демократическая мера. Во время войны нужно воевать. Я последнюю все-таки не знаю. И в полиции нет. Демократия это форма государства, а не форма корпорации и не форма войны. Я никак не могу. У нас все время монолог одного человека. А он самый умный. Самый умный, причем пришедший в гости. И ведет себя совершенно не вредит в этом отношении. Но у нас же диалог все-таки, а не один монолог. Можно же давать и другим разговорам. Так вот насчет демократии как таковой. Я не вижу. Вот я здесь полностью согласен Шахназару, когда он сказал, что любая современная власть, хотите вы это или не хотите, есть воля господствующего политического класса. Пока у нас господствующий политический... Вы марксист и атеист, правильно? Я же не против. Я просто констатирую. Ради бога. Это не важно. Но я прав. Но вы атеист и марксист. Вы прав, но не демократично спрашиваете у меня, какая у меня вера. Почему? Я согласен с вами. Я согласен. Почему не демократично? Это личный вопрос. Это личный вопрос. Но дело не в этом. Но про марксист не лично. Я с вами совершенно согласен. То есть, ну что, я просто увидел томик капитала на груди вместо креста. Это что, плохо? Я думаю, что это неплохо. Потому что единственный, кто и был из людей, который обосновал, так сказать, религию, в том числе и христианство. Вы знаете, что маркс был верующим, будучи 16-летним человеком. 18-летним уже проблемой началось. А потом, прочитав Фейербах, изменил свои позиции. Но это деталь. Слаба была его верная. Я еще раз хочу подчеркнуть простую вещь. Мы опять забыли об определении демократии. Еще раз повторяю. Демократия не какая-то сложная вещь. Это участие народа в управлении государством. Если мы добиваемся этого путем референдума, путем других законов, у нас демократическая власть. Если мы этого не можем добиться, у нас власть не демократическая. Позвольте я скажу. Одно слово только. Какая же это демократия, когда один голос, один доллар? А два доллара? Нет, это в бизнесе. Сколько голосов?